Доброе утро, Новосибирск! Меня зовут Алена Чуревина, и я поздравляю вас с Днём Музыки. В честь этого события Евгений, мой однофамилец, приготовил подарок специально для вас. Доброе утро, друзья! Так как сегодня День Музыки, хотел поздравить вас с музыкальной композицией, но, видимо, придется вызывать профессионала. Разрешите вам представить наш сегодняшний гость, известный новосибирский пианист Дмитрий Карпов. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Новосибирск! С Днём Музыки! Дмитрий, что вы сегодня хотели сыграть? Моцарт, Моцарт. Прошу вас, сыграйте, пожалуйста. Моцарт всегда с нами. Моцарт всегда с нами. Дмитрий Карпов – пианист, солист Новосибирской государственной филармонии. В 1990 году окончил Новосибирскую консерваторию по классу профессора Мэри Лебензон. Концерты Дмитрия пользуются огромным успехом в разных городах и странах. Его исполнение отличается яркой индивидуальностью и умением держать слушателя в постоянном эмоциональном напряжении. Ну что, теперь давайте пообщаемся. Значит, спасибо вам большое. Великолепная композиция, фрагмент Моцарта. Давай поаплодируем. Еще раз поздравляем вас с Днем Музыки и вопрос такого характера. Насколько важный аспект музыка играет в нашей жизни? Я думаю, важнейший вообще в истории человечества. За то, что музыка универсальная, она не связана с языком человеческим. Многие другие виды искусств, они вот как бы более локальны. Ну вот там русская литература, русская поэзия или там английская, ну какая-то, да. А музыка – это такой универсальный язык, который объединяет всех людей на планете. А когда вы пришли в музыку? Я в 6 лет очень рано. У меня мама тоже была пианистка. И дома было много нот и много пластинок. Я вот все это любил. Тогда еще были виниловые пластинки в то время. И я любил это слушать, я любил ноты смотреть, да я даже их переписывал в нужную тетрадь. Ну вот как-то вот и все. И, собственно, звучала всегда музыка. И я вот уже в 6 лет так вот как-то по-семейному пришел музыку. То есть, как я понимаю, вы потомственный пианист, получается? Ну, в общем, да, ну где-то можно, наверное, в какой-то степени так сказать, да. И первые уроки мама, наверное, да? Да, и мама, да, конечно. Или сразу прям была музыкальная школа и плюс мама. Нет, и мама. Так мама и работала в музыкальной школе. И, конечно, она и первые уроки, и потом очень много со мной занималась, и каждый день, потому что… А каково это тотальный контроль такой? А нет, почему не контроль? А мне это нравилось. У меня мама очень мудрый человек, она долго смотрела. В нашем деле важна вот эта вот рутинная работа, упражнения, вот гаммы. То есть, отработка каких-то ремесленных вещей, да. И очень важно, чтобы маленький ребенок, ну, имел какой-то к этому вкус. Вообще, это я тоже, я не всегда любил заниматься. Это все, кажется, вот неправда, когда говорят, вот музыка. Все дети, обычные как дети, тоже хотят пойти там погулять на улице и там в футбол в дворе поиграть. Это все как бы нормально. Но, однако, когда ребенок сосредотачивается, и вот если он может вот на этом рутинном таком занятии ремесленном, он может сконцентрироваться и какой-то локальный результат вот достичь, значит, все, это его профессия. И когда мама увидела, что я вот к этому склонен, она долго размышляла. Я еще любил математику, какие-то другие вещи. А потом вот она поняла, нет, все, вот он будет заниматься, значит, это будет профессиональный музыкант. Не просто любитель, да, а, ну, эта профессия тоже немножко другая. А как понять, что не просто станешь, да, там, профессиональным музыкантом, а успешным профессиональным музыкантом, там, виртуозом? Как понять, это, от чего это зависит? От часов, проведенных за инструментом, или это все-таки базовая какая-то согласка? И от того, и от того, вот все, как вы сейчас сказали, и базовые, много каких-то данных, и мышечных, потому что здесь же мышцы тоже, это некие тоже, есть большая спортивная составляющая, должен быть каждый дневный тренинг. Если вот не заниматься, то мышцы теряют, так сказать, свою активность. Некий тонус, да. Как спортсмен, как спортсмен, они тренируются, здесь момент такой тоже, тренировки. А вот смотрите. Да, и, конечно, музыка – это эмоции, проявление эмоций. Это еще и, так сказать, какое-то существование эмоциональное в этом. Да, это разные человеческие эмоции музыка выражает. Ну, вот сегодня оранжевое утро, день музыки, у нас радостное настроение. Но очень много популярной музыки, меланхоличная, задумчивая, когда люди хотят, может быть, о чем-то что-то отрефлексировать, что-то вспомнить, о чем-то поностальгировать. Такие тоже эмоции мы испытываем, да. Ну, и вот как бы вот в музыке все эти эмоции. А успешным еще очень много факторов. Ну, как вот в любом другом деле. Вот человек становится успешным, удача. А может быть, это просто везение какое-то определенное. И это тоже, и это тоже. А пальцы, а длина пальцев – это вот… Ну, то есть, допустим, чтобы стать успешным баскетболистом зачастую, нужен рост. Нужен рост. Скажу так, с сильно маленькой рукой, у меня руки небольшие, средние, например, да, с очень маленькой рукой, как у некоторых вот девочек бывает, конечно, трудно стать успешным пианистом. А средний размер руки, ну, или огромный размер руки, как у Рахманинова, или у многих, так сказать, крепких, высоких мужчин, как у нас Денис Мацов. Он большой такой мужчина. То есть, здесь правило «мал золотник додорок» не работает? Ну, наверное, нет все-таки. Ну, какие-то параметры, да, должны… Ну, их граница должна соответствовать. Сильно маленькая рука невозможна, октаву, если взять невозможно. Ну, да, дотянуться от одной клавиши до другой – это, конечно. Ну, или составляет некое физическое напряжение, получается. Это разрабатывается. На самом деле, растяжка, если ребенок в 6 лет занимается, когда он гибкий, так же, как в гимнастике. Можно все растянуть, там, и все можно, так сказать, сделать. Ручный шпагат. Да, интересно. То есть, получается, по большому счету, ваш первый мастер – это ваша мама? Да, конечно, она. А есть ли у вас любимые композиторы? Мой любимый композитор – те, которых сейчас играю. Я, как профессионал, должен говорить. Есть просто музыка прекрасная. Очень много сочинений, которых я люблю, к которым возвращаюсь. Ну, вот соната Моцарта, ее все дети любят тоже. Я вообще люблю Моцарта. А как профессионал всегда любимое то, что вот сейчас в работе. Понятно. Ну, то есть, не чужды абсолютно… Никакой музыки. Да, например, Чайковский. Классика любая, абсолютно любая. Все зависит от текущего какого-то настроения, что ли, или какого-то момента в жизни. Музыка очень разная. Она отображает всю гамму человеческих и мыслей, и эмоций, и переживаний. И здесь, так сказать, каждый находит свое в этом поле. Не хочется, конечно, скатиться, скажем так, до бытового уровня. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что такое классическая музыка. Но, тем не менее, иногда хочется вот что-то для души, например, в песенном формате, такой ближе к поп-индустрии. Конечно. Я вообще перестал делить музыку на классическую и неклассическую. Для меня, как будто… Ну, я вот уже сейчас, может быть, в силу возраста и каких-то взглядов своих вот особенных… Я пришел к нам, есть музыка хорошая, есть плохая, есть музыка интересная и не очень интересная. Не важно, какого она времени. Не важно, какого. Я очень люблю и шедевры, связанные с роком 20 века. Я, например, считаю, Фредди Мерклери просто гениальный человек. Это симфорок, это люди, которые создавали уникальную музыку. И очень много, так сказать, в среде, как мы говорим, попса, да. На самом деле, очень много хороших песен и советских песен, и зарубежных. И это поп-культура, но она все равно создает шедевр. Вот Стинк, например, какой-нибудь, какой потрясающий музыкант. Он же не только певец, он и на всех инструментах играет. На очень многих, да. И как он сейчас стал писать музыку, когда он посидел там, помудрил, совершенно удивительно. Ну, это такой вот пример. А этих примеров там масса. А как вы относитесь к русскому року? Да прекрасно. Это моя юность, молодость. Я Игорь Менчакова. Я научился играть на гитаре сам под влиянием песен, да, БГ, конечно. Отлично. Даже потом стал свою музыку сочинять, стал свою музыку. И до сих пор играю на гитаре. Да, вот как-то можно, да, можно и под гитару. Я могу сомпонировать песни, да. Я не соло-гитарист, я ритм играю. Я придумала, как над тобой поиздеваться. Ты любишь гитару, но совершенно не разбираешься в классической музыке. Мы сегодняшний вечер проведем следующим образом. Ты будешь... За гитарой играть классику. Моцарта подбирать на гитаре. Интересней, приинтереснейшее занятие. Дорогие друзья, сейчас будет еще одно очень интересное занятие. Новости от 49-го канала. Посмотрим, узнаем, чем живет наш город. Самые свежие только новости для вас специально. И после этого вернемся в студию. Ну и, конечно, еще что-нибудь сыграем. Правильно я понимаю, да? Мы продолжим вас поздравлять с Днем Музыки. И это будет очень здорово. Я вообще сюрприз приготовила. Сюрприз? Музыкальный, да. Ну вот практически с него и начнем. Друзья, не переключайтесь. Небольшой информационный блог и возвращаемся. Доброе оранжевое утро, друзья. Всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нашей передаче. Сегодня мы вас поздравляем с Днем Музыки. В первой части пытался я поздравить, но не очень сильно получилось. Во второй же части сейчас вас будет поздравлять моя коллега-соведущая Алена вместе с нашим гостем Дмитрием Карповым. Разумеется, у Дмитрия это, как всегда, получится волшебно, но я попробую. Этот закон давно известен, неинтересен, мир беспесен, но даже если дождь идет с утра, Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз И выпускать унипку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой Пой, засыпая, пой, во сне проснись и пой Ну, Ален, еще раз тебе хочется поаплодировать. Талантливо получилось. Без Дмитрия бы не получилось. Да, действительно, великолепная же песня, написанная была когда-то еще в советские времена Проснись и пой, но зато сколько в этом всего, И причем, кстати, спасибо вам большое, я первый раз слышал в подобной аранжировке эту песню. Это золотой фон советской эстрады, Евгений. Да, столько песен было совершенно изумительных. Это такой кладезь мелодий, вот музыка к фильмам, к советским, да вообще советская песня, русская песня. Давайте, я придумала, давайте попробуем Евгения Дилетанта немножечко, да, в музыкальной... Ну, это действительно так, да, не секрет, да. В музыкальной сфере немножечко просветить. Итак, лайфхак какой-нибудь по узнаваемости музыки, например, как Евгению отличить музыку, допустим, фернцериста от музыки Хачатуряна. Я сейчас вообще ничего не понял, но интересно. Ну, в музыке Хачатуряна много восточных интонаций, потому что он человек вот этих коровей южных, да, таких вот, знаете, как вот восточная музыка, араб, каких-то вот таких вот тонов. Ну, мелодику, да, я понимаю. Да, конечно. Ну, еще Рахмайнов стал использовать это в своем творчестве. Ну, так, очень аккуратно. А у Хачатуряна все пронизано вот этими пряными гармониями восточными. А лист, он такой яркий, он другой, такой европейский романтизм самый что ни на есть. А, ну тогда вот сейчас стало как-то более понятно. Потому что музыка Листа очень виртуозная. Музыка Хачатуряна вот не так ярко виртуозна, она, ну, скорее вот живописует. Понятно. Хорошо. Существует ли музыка, которую категорически нельзя слушать, Евгению особенно? Современное искусство. Существует ли такая просто? Ну, не знаю. Наверное, любая музыка, да? Очень разная есть музыка. Нет. 20 век, конечно, он вот, он и в музыке тоже, вот все свои, так сказать, какие-то тенденции, да, как бы мы сказали, какие-то агрессивные, разрушительные, да, он и в музыку это воплотил. И стала возникать музыка, которая это отображала. Но это довольно тяжелая какая-то энергия, это такая рефлексия, да, вот. Музыка Шестакоича в этом плане довольно непроста для восприятия, потому что она всегда, такая энергия у нее непростая. Вообще-то же музыка требует работы у слушателя, да. Вот есть музыка, как Моцарт, он должен был услаждать князей и графов, и знать своего времени радостной и причем легко доступной для исполнения музыки, да. А вот уже как бы далее стали возникать другие эпохи, возникала другая музыка, которая требовала от слушателя не развлечения, как мы сегодня сказали, интертеймент, да, некого напряжения, некая вот тоже работа, некая взаимосвязь возникает. И здесь очень, очень, на этом поле очень разные ситуации. Вот и разная музыка есть. Есть музыка, конечно, очень тяжелая, мрачная, ужасная, которую обычно человек воспримет как, ну, как какую-то вообще... Дмитрий, а у меня к вам вопрос, как вот специалисту в музыкальном понимании. Вот скажите, обязательно ли понимать музыку, которую слушаешь? Или же можно просто расслабиться и раскрыться, и чтобы она прошла сквозь тебя, и ты, возможно, тоже что-то ощутишь? Вот и... А это я... Это не надо противопоставлять. И можно ее и понимать, и расслабиться. Музыка настолько разная, вот это все вместе. Что такое понимать музыку? Это же никто не... Как мы ее понимаем? Она... В музыке есть некоторые объективные вещи. Вот темп по ритму, да, музыка бывает быстрая, яркая, да, когда много-много-много нот, много звуков. Бывает музыка более протяжная, бывает музыка инструментальная, бывает музыка вокальная, когда люди песни поют. Бывает симфонический оркестр. Здесь эта музыка – это как особый мир. Но если он интересен становится человеку, то человек слушает больше музыки. Вот человек услышал одну сонату Моцарта, а у Моцарта их там 20 таких сонатов. Он послушает еще одну, другую, третью. И он начнет уже понимать больше. Ну, просто по принципу аналогии, да, потому что он вобрал больше. Как мы учим язык? Мы начинаем с простых слов, там, английский. А потом усложняем, усложняем, потом мы уже понимаем больше, больше. Вот так и музыка. Ты, если в этот мир входишь, если он интересен тебе, то ты в него входишь. Ты начинаешь сам интересоваться. И как вот изучение иностранного языка? Я бы сравнил. Или просто кто-то входит в этот мир музыки, потому что у него нет вариантов. Ну да, действительно. Может быть и так, и каждый по-своему, каждый в свою музыку. Все очень вот так вот. Есть ли у вас какой-то секрет исполнения? Ведь вы известнейший пианист. За что вас любят ваши поклонники, почитатели? Ну, я всегда очень отдаюсь эмоционально, стараюсь на 100% вот в момент игры быть вот в этом потоке. Это какой-то процесс труднообъяснимый. Я бы сказал, магия. Музыка тоже разная, но главное отдавать себя этому. Ну, как любому делу. Ну да, действительно. Энергетический посыл, он в любом деле всегда приветствуется и чувствуется. Потому что если, например, просто, как говорится, да, как это справиться? Отыграть ноты – это один вариант. А когда ты пытаешься подарить людям музыку с этими же нотами, это уже совсем другое. Ну, еще и свои эмоции какие-то. Конечно. Это все так многомерно, вот этот процесс исполнения. Вообще, почему детей отдавать, ну, вот рекомендуют отдавать музыкальную школу и вот игре на фортепиано. Потому что человек в момент исполнения он очень многомерно должен и существовать, и контролировать огромное количество процессов, которые происходят одновременно. То есть это и запоминание нот, это запоминание каких-то эмоций, это координация. Мышцы, вот попробовали чуть-чуть, да, это сложно, да. Тоже, я не понимаю, как это делать. Это очень мелкая мышечная моторика, все психологи говорят, как важно детей развивать, да, как развивается мозг, да. То есть здесь идет взаимосвязь и обратная связь. Очень много процессов у нас в мозгу происходит, когда вот, в тот момент, когда вот, ну, люди вот играют, там, полный грант, ну, на фортепиано сейчас. Посоветуйте каких-нибудь композиторов, о которых нужно послушать, для того, чтобы чувствовать себя подрым, особенно с утра. Ну, тут дело даже не в моих советах, они уже возникли вот среди академического ряда композиторов. Конечно, Моцарт, музыка которого доступна, конечно, это Бах, конечно, из романтиков это Шопен, который тоже очень популярен у любителей фортепиано-музыки, ну, Бетховен, есть все именно. Наша русская музыка Рахманинов, Чайковский, да, в меньшей степени Скрябин популярен, хотя вот тоже он, как бы, сейчас у него юбилей, 150 лет, потому что такой, они ровесники с Рахманиновым. Расскажите, а популярна вообще профессия пианиста в современном мире? Ну, наверное, нет. Я думаю, что не очень популярна, потому что это все-таки какое-то особое занятие. Ну, и вообще, я как бы здесь вот, я реально смотрю на вещи, мне кажется, что классическую музыку все равно ну, большинство населения, вот такое, настоящее, она не очень доступна, она все-таки в какой-то степени элитарна, да, она в какой-то степени элитарна, да. Сколько-то какая-то отдельная вот. Хотя она может и простых людей. В некоторых шедеврах классической музыки есть такой код. Это все зависит от того, как подойти и как к ней обратиться, да. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий. К сожалению, времени у нас не так много. Ален, представь, пожалуйста, еще раз нашего гостя. Довольствием. Дмитрий Карпов, пианист. Спасибо вам огромное. И еще раз вас с Днем Музыки. И поздравляю всех новосибирцев с Днем Музыки. На этом мы с вами прощаемся. Программа «Оранжевое утро» продолжается. Хорошего вам дня.